Ребят, ребят, все за мной, не бойся, все за мной, проходите, дорогие друзья, всем привет, у нас с Ларисой продолжается наше путешествие по Ничангу, наше путешествие по Вьетнаму, и сейчас мы с Ларисой отправляемся на остров аттракционов, остров Финн Перл. Купили мы с Ларисой, получается, два билета за миллион девятьсот дон, наша задача сейчас пройти сквозь такой небольшой лабиринт, он как бы, знаете, двухэтажный, первый этаж мы уже прошли, а сейчас мы находимся на втором этаже, и нам стоит преодолеть всю вот эту вот огромную китайскую очередь. Наша задача сейчас занять самые выгодные места, номер девяносто восемь, номер девяносто восемь, это мое счастливое число. Опа, на ходу с Ларочкой залетаем в фуникулёр, Ларочка, присаживайся, давай, друг, нам будет попасть, потому что мы с тобой кто? Мы блатные. Привет, привет, мы вдвоём поедем. Ребят, настроение бомба, хайф. Я мечтала попасть на Винпёрку, мы наконец-то едем, и я готова к приключениям, к аттракционам, к адреналину, к веселью, ура! Не знаю, честно, готов ли я ко всему этому, но сегодня выпуск не только о Винпёрке. Сегодня в этом эпизоде, в этом выпуске мы отправимся с вами на лодке, на большом корабле, на остров Орхидеи, так что досматривайте до конца, будет максимально интересно. Будем рядом с островом обезьян, окажемся на острове Орхидеи, короче, будет максимально заряженный, максимально интересный выпуск. Режим ускорения включаем и погнали! С Ларисой будем сейчас уже постепенно спускаться, мы уже прибыли, но я надеюсь, что нам понравится, я, скажу честно, даже немножко побаиваюсь, потому что всё это дело не очень сильно люблю. Вместе с вами мы попадаем в вьетнамский рай. Вот, получается, самая главная площадь этого острова Винпёрл. Я даже не знаю, что нам делать, потому что, посмотрите, во-первых, какие здесь краски, все дома разукрашены в яркие цвета, в яркие тона, у меня, скажу честно, сейчас просто эпилепсия начнёт, я не знаю, что делать. Здесь кафе, мороженое, пирожные, магазинчики, можно здесь гулять, но нам здесь гулять пока что не надо, мы сразу же направляемся к аттракционам, да? Пойдём, только нужно вот понять, куда пойти. Давай откроем карту, не зря нам её дали. Вообще, этот Винпёрл работает до половины одиннадцатого ночи, и я считаю, что это отличное решение для нас, потому что мы прибыли в первой половине дня, и нам как раз-таки будет достаточно времени, чтобы всё здесь это дело изучить. Так, где мы находимся? Мы прибыли вот отсюда, вот здесь, да, получается? Вот, нам нужно отправиться на аттракцион, аттракцион у нас находится здесь, соответственно, где-то здесь мы находимся, нам нужно сейчас пойти направо. Вот начинается самая главная часть, вход на аттракционы, я признаюсь честно, мы с Ларисой минут десять сейчас гуляли здесь, так и не разобрались с этой картой, потому что... Мы поняли, кстати, потом поняли, а так места очень много, большой остров, и ходишь, всё интересно, всё смотришь, сначала не поняли, где это находится, но всё правильно. На входе нас встречают вот такие вот рыцари в доспехах, и очень много людей, я так полагаю, что сейчас нужно будет пройти, показать билет, который нам дали вначале, вот этот вот, который мы купили, да, тут проверяют сумки на входе, здесь такие вот турникеты, ну и посмотрите, это что за Дисней Лэд? Ребята, я скажу честно, эмоции переполняют, я просто в шоке от того, что какая-то моя детская мечта осуществится сейчас, прямо сейчас. Два билетика, пожалуйста, пожалуйста, санчао, thank you. Возвращаем эти билетики, ну что, начинается самая интересная часть, начинается какой-то Дисней Лэнд, я хрен, ну просто, я даже, знаете, я боюсь представить, сколько сюда вбухали бабла, сколько сюда вбухали бабла. Наш первый аттракцион с Ларисой, это какие-то пороховые бочки, я не знаю, напоминает какие-то ракушки, вот у нас, по крайней мере, в Саратове, в парке аттракционов есть вот такие вот ракушки. Ларочка, прошу, присаживайся, дам вперед, закрываем дверь, закрывайте нас, пожалуйста, отправляйте нас на орбиту в космос. Первый аттракцион, Лара, я прям в предвкушении, скажу честно. Я тоже, я вообще такое, я обожаю, что? Я волнуюсь. Я обожаю аттракционы, я счастлива, что вы здесь оказались, я буду пробовать все, я предупреждаю, все буду пробовать. Все, вы поехали, ребята, вы поехали, как сказал Юрий Кагарин, поехали, вот и вы поехали. Ну, вроде аттракцион для детей пока что не страшно, но это, но это пока. Уже, уже набираем обороты, уже набираем обороты. Кайф, мне нравится. Ой, 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 как такой дисциплинарный аппарат. Кайф, я, ой, это прикольно. Мой самый нелюбимый аттракцион это Карусель, но почему-то я так, жизнь совпала, выбрал первый аттракцион Карусель. Мне так нравится. Не страшно, но прикольно. Кайфово, я бы сказала. Не, вообще не страшно, у нас на ракушках страшнее, а не потому что, кажется, вот-вот развалится. Меня, мне уже плохо, меня уже сейчас вырвет, меня уже тошнит. Аттракцион недолгий и буквально секунд 45 мы покатались, не больше. Ну, такое, знаете, больше для детей. Сейчас с Ларисой отправляемся на американские горки, в нашем случае вьетнамские горки. Но перед тем, как пройти в американские горки, нам вместе с вами следует преодолеть огромную очередь, состоящую из китайцев, вьетнамцев и корейцев. Большая-большая достаточно очередь, но ничего, кто ждет, тот всегда получит своего. Скажу по правде, выяснилось, что нужно в среднем около часа отстоять в очереди, потому что, ну, вот такая тут задержка, такой здесь интервал. Мы с Ларой уже, наверное, минут 30 стоим, вот, но осталось еще 30 минут, еще половина. У нас с Ларисой начинается посадка вот в такую вот, вот в такую вот кабинку, вот в такой вот корабль. Скажу честно, я немножко побаиваюсь. Здесь вроде как можно сесть вдвоем, обязательно пристегнуть ремни. Пристегиваемся и отправляемся, я не знаю куда, на самом деле я очень сильно боюсь. Ты готова? Да. Солнце мое. Классно, мне удобно. Я прямо это, я в предвкушении, ни разу. Ой, мы уже поехали. Тут какие-то ручки, вот, вроде как тормоз, вроде как тормоз. А вроде и нет. Ну, короче, ладно, тормозить мы сегодня точно не будем. Отстояли мы немножко больше часа в очереди, час где-то 10, час 15. Я не знаю, стоило ли оно того или не стоило, в любом случае, эмоции мы получим. Ребят, нам надо сейчас туда забираться. Лар, я надеюсь, что у нас все выйдет отлично. Слушай, стремно как, охренеть. Ой, ой, ой. Слушайте, подъем достаточно сильный, но пока что не страшно. А как это регулировать неинтересно? Не знаю, скорее всего, там будет спуск дальше, я так думаю. Ну, такой вот вид открывается. Охренеть, как мы круто поднимаемся. У меня аж уши заложило. Слишком, 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 слишком стрёмно. Пока ничего опасного я не вижу. Ну, вроде говорят, что здесь еще есть одни американские горки, вроде как поселильезней, помасштабней. Вот, но придется опять, похоже, час в очереди стоять. Смотрите, там вот цветочки какие-то растут, вот женщина. Женщина, не переживайте, мы сами боимся. И вот сама достопримечательность Винпёрл, вот эта вот гора как раз-таки. Мы будем подниматься все выше. Ого, смотри, какая длинная дорога. Да. Поэтому здесь такая длинная очередь была, потому что интервал очень большой. Оказывается, это был подъем для того, чтобы сейчас пойти на спуск. То есть мы так долго поднимались в течение, в течение шести минут. Для того, чтобы сейчас резко пойти вниз. И давайте посмотрим, что из этого выйдет. Погнали? Да. Что, все время придется держать, да? О, боже. Ой, блядь. Слушай, слушай, ребят, ебать, это страшно. Тормози иногда. Тормози, нахера, тормози. Да, иногда тормози, пожалуйста. Да не нужны нам тормоза, ребята. Да, тормози чуть-чуть. Дистанция соблюдается. Бежите так, блядь, блядь. 25 метров, салам алейкум. Едем дольше. Вау. Дистанция 25 метров. Да, окраснее. Все, ладно, смотрите, как красиво. Тут даже камера, смотрите, автоматическая камера. Опа, видели, вас сфотографировали. Вашу маму. Девочка очень сильно тормозит, мы не по ходу не покатаемся. Давай дистанцию чуть подождем, задержим. Ага, там еще задняя. Давайте сейчас, женщина тормозит, вот все, все портит. Да. Ждем. Немножко ждем и поехали. Я думаю, секунд 15. Раз, два, три, четыре. Все, поехали. А-а-а-а! Ебать! А-а-а! Гасполас пошел, женщина, ты что-то тормозишь. Ну, гребаная ее, этот. Вот, китайцы, блин, а? Вот вы стоите целых час и вот ради чего? Ради того, чтобы получить наслаждение. И нам приходится это, давай, поехали. Да подожди. Ждем еще. 25 метров должна быть дистанция, поэтому ждем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тормози, тормози немножко чуть-чуть. Давай-давай. Это какой тормози? Ебать, ебать. Как же страшно, как же страшно. Газ, газ. Газ. Ой-ой-ой. Газ. Ой-ой-ой, голову, голову, голову. Пофиг, вырастет. Лар, ну что как-то? Тормоз, 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 тормоз. Чем тормоз? Смотрите, здесь спуск. Чтобы смотреть дистанцию. Да я не сомневаюсь во мне. 25 метров, женщина, 25 метров есть. О, боже. Пошли. По сути, здесь твоя жизнь зависит исключительно в твоих руках. Было бы здорово. Да, веснушла. Было бы здорово, если... Дай! Было бы здорово, если она от нашей, конечно, ответственности не зависела, от нашей жизни. Женщина, вот что ты еле едешь, скажи мне, а? Я этому аттракциону по 10-бальной шкале я ставлю твердую четверочку. Вот, все-таки до десяточки, даже до пятерки не дотягивает. Ларе вроде как понравилось. Мне все понравилось. Следующий аттракцион, на котором мы скотнемся, это вот такая вот карусель. Нам нужно сейчас занять самые выгодные места. Ларочка, давай где-нибудь... По одному, да? По одному, да. Здесь нужно снять по одному и попросили снять головной бород. Слышите этот звонок? Это значит, что сейчас наша карусель поедет. Сейчас, смотрите, какой красивый вид открывается. Это все Ничанг. Посмотрите, это все застройки. Это все такой шикарный город. Трустический город Ничанг. Здесь гораздо интересней. Лара, ты как-то вживая. Вау. Этот аттракцион гораздо круче предыдущего. Посмотрите, какой шикарный вид открывается на город Ничанг. Что ты там варешь, Лара? Оно однозначно того стоит. Однозначно. Ну что, как твои впечатления? Клайв, мне понравилось больше, чем на той штуке. Мне тоже. По десятибалльной шкале здесь я ставлю твердую пятерочку. То есть на прошлом аттракционе я поставил четверочку, даже четыре с половиной. Здесь смело можно зарядить пятерочку. Да, но классно. И обзорная площадка, и катаешься. Мне понравилось. Нам с Ларисой стало жарко. И здесь есть такие вот терминалы, в которых можно купить воды. Это очень удобно. Я вот захотел зарядиться энергией, купить энергетик. Номер, какой номер? ФЕ. Так, делаем вот такие вот резкие движения. Должен сейчас выпасть. Вот, забираем холодненький, ребят, такой холодненький. Мы с Ларисой находимся сейчас возле настоящих, вроде как, американских горок. Здесь даже есть такая вот рекомендация. Сюда нельзя людям, у которых проблемы с сердцем, нельзя беременным женщинам, нельзя вместе с едой. Ну и вот, ну что, попробуем. Не то, что вместе с едой нельзя. Вы сдержитесь с приема пищи и напитков. Ну вот сейчас как раз выпьем. Как раз мы сдержимся, да? И поедем. Мы идем в каком-то сказочном туннеле, сквозь камни, скалы. И сейчас мы пройдем на американские горки. Самые страшные на этом острове. Да, я надеюсь, что это будет максимально страшный тракцион, 10 из 10, чтобы мы поставили... Ну я уже поставила 10 из 10, а этот будет 20 из 10. Здесь вроде как очередь поменьше, но, ребят, посмотрите, какая красота здесь, а? Такие камни белоснежные. Я один раз каталась на американских горках, но на детстве. Они были веселые и страшные, но я думаю, не такие, как здесь. Я думаю, здесь будет лучше. Вот на таком паровозе мы сейчас поедем туда вверх. Что касается очереди, мне кажется, что очередь здесь меньше. Нету вот этих вот турникетов, через которые нужно пробираться сквозь эти лабиринты. Вроде как сейчас пройдем быстрее. Вы знаете, китайцы имеют такое не очень хорошее свойство, качество врываться без очереди. Мы сейчас с Ларисой стоим, и знаете, они настолько наглые, настолько вот это, не знаю, невоспитанные. Может быть, у них, конечно, так прыгнет. Они просто в наглую без очереди лезут, лезут, лезут. Поэтому нам, Слара, сейчас главная задача отстоять наши места, никого не пускать. Потому что, ну, я считаю, что это не уважение, не восстановить, просто невоспитанность какая-то. Согласна, раздражает. А вот, кажется, и наш паровозик. У нас с Ларисой начинается посадка. Скажу честно, этот паровоз достаточно быстро. Спасибо, спасибо, ребят, я признаюсь, спасибо, спасибо. Благодарю за мои старания. В общем, я надеюсь, что нам с тобой понравится. И мы преодолеем все наши страхи. Потому что это, повторюсь, самый страшный аттракцион на острове Винкёрл. Мы занимаем самые, как мне кажется, лучшие места. Пристегнитесь, мы взлетаем. По вашим ручкам. Спасибо, спасибо, до свидания, до свидания. Ой, ребята, посмотрите, какая здесь трасса. Вот здесь даже есть такой вот мини-водопад. Я надеюсь, что наша камера не вылетит. Боже, как страшно. Такой резкий-резкий подъем. Ребят, вы как там, сзади нормально? Неплохо никому. Мне отлично. Ларочка, как тебе? Пока непонятно. Ой, смотрите, тут такие шкалы, камни. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, хорошо, идем, Лара. Пойдем, очень хорошо. Это того стоит, там достаточно. Приезжай в водопад. Очень быстро. Очень страшно вообще. Я вообще не страшно. Ребят, вообще не страшно. Серьезно? Да. Ребята, вы как там, нормально? Не боитесь? Слишком быстро. Слишком быстро, да? Вообще не страшно. Мне кажется, просто слишком быстро. Еще раз идем на второй круг. Пойми руки вверх прям, да. Вверх? Да. Нормально, нормально. Слишком быстро, я не успеваю испугаться. Слишком просто. Все, приехали, ребят. Отлично. Ну, знаешь, настолько быстро, что я даже не успел испугаться, скажу так. Но мне понравилось. Сложно, мне понравилось. Мы подошли к зоопарку, и на входе нас встречают сразу же розовые фламинго. Посмотрите, какие они очень красивые. Я никогда в жизни, никогда в жизни, клянусь вам, не видел розовых фламинго. Это для меня что-то невероятное. Просто посмотрите. Это прям вау. Я в шоке от того, что сделала природа в свое время. Ну, я реально в восторге, никогда не видел розовых фламинго. Здесь получается такой заливчик, ну, такой вот пруд. Вот. Вероятно, он искусственный, да. Ну, посмотрите на этих розовых фламинго. И получается, знаете, тут не совсем такой, как бы, загон. Их, по сути, кроме этих камней, больше ничего и не издерживает. То есть у них есть возможность, я так полагаю, выйти сюда, к нам, к людям. Сейчас пройдем туда немножко дальше. Там встретим с вами жирафа. Я его вижу. Дорогие друзья, я вижу жирафа. Я просто в шоке. Мои эмоции переполняют. Ребят, я в восторге. Здесь не только жирафы, здесь еще и Мелманы, и Глории. И вообще охренеть. Правда, у них не такой небольшой загон здесь. Там вон еще и страусы, жирафы, Лар. Как это называется? Зебра, зебра. Здесь еще и зебры, антилопы. Здесь у них такой небольшой оазис, да. К сожалению, к моему большому сожалению, здесь не очень много мест. Но я... Я просто в шоке, дорогие друзья. Я просто в шоке. Кушают малыши. Зебры, оказывается, такие толстенькие. И они такие, как пони. Такие низенькие. Я думала, они немножко по-другому выглядят. Но это вообще что-то невероятное. Потому что зебры никогда в жизни не видела. Они просто очень красивые. И такие яркие. И сразу представляется, как будто я где-то в Африке. Это что-то вообще... Жирафы. Такие большие, такие красивые. Вау. Помимо бегемотов, помимо жирафов, антилоп, зебр, здесь еще есть наши любимые друзья обезьяны. Это какие-то краснолицые макаки. Ну, наверное, это не макаки. Это что-то посерьезнее, да. Помасштабнее, я бы сказал. Большие такие вот обезьянки. У них такой, знаете, небольшой отдельный островок. Они тоже, между прочим, знаете, не зависят, как бы, вообще ни от чего. Они свободны. Вот. Так что идем к бегемотам. Что там? Носорог. Носорог. Ребята, здесь еще есть носорог. Носорог. Африканский носорог. Их трое, наверное, всего здесь, да. Три штуки я вижу. Троих носорогов, к сожалению, вижу. У них небольшой загон, вообще небольшой. Им нужно бегать, им нужно есть. Мне очень понравилось, конечно, я не поддерживаю зоопарки. Хотелось бы увидеть таких животных в дикой природе, на сафари. Но что имеем, то имеем. Раз мы здесь, то мы обязаны были посетить и вам показать. Ну и самим посмотреть, конечно же, тоже. Никита делает фотографии и наблюдает за носорогами. Знаешь что? Мне прям, ну, люди, которые сюда их перевозили, во-первых, я не представляю, как это все дело было, потому что это что-то... Это же тяжелое животное, оно большое, жирафка. Я думаю, его в детском возрасте перевозили. Если это видео наберет миллион просмотров, мы с Ларой возвращаемся, освобождаем всех этих диких животных, как в Мадагаскаре, и отправляемся вместе с ними в Африк. Мы с Ларисой подошли к аквапарку. У нас осталось в запасе, правда, 40 минут, ну, 50. Через 50 минут он закрывается, я надеюсь, что сейчас мы успеем. Нам сейчас стоит опять простоять очередь для того, чтобы купить шкафчик. Взять в аренду шкафчик, вроде как стоимость 100 тысяч дон, чтобы оставить вещи, разумеется. Опять придется оставить в какой-то такой небольшой очереди, но я думаю, что мы успеем и насладимся. Нужно было, конечно, пораньше бежать. Вот эти вот полтора часа, которые мы с тобой потеряли, нужно было выделить их на аквапарк. В общем, у нас с Ларисой не очень хорошая новость. Как вы понимаете, мы не смогли, не успели искупаться в аквапарке, потому что уже через полчаса они закрываются. Мы подошли на кассу, женщина сказала, что у вас есть полчаса. В принципе, вы можете купить билет, но это не имеет никакого смысла, потому что у каждого... Мы просто переоденемся, пока отстаем очередь на одну горку, а вот закроется. У каждой горки очередя? Да. Поэтому не имеет это никакого смысла. Я на самом деле очень сильно расстроилась, потому что я никогда не была в аквапарке. Я очень сильно хотела попробовать. И очень обидно, что не получилось. Нам бы хотя бы еще бы час в запасе, знаете, было бы иметь прекрасно, но вот как раз этот час мы потеряли, да? Поэтому, к сожалению... Короче, кофе. Если не получится в аквапарке, я хочу поесть. Я очень голова. Смотри, мужик попой встал на этот фонтан и калькует. Да, к слову, а кайфах. Да, если у вас не получилось, если вы не успели в этот аквапарк, то это не проблема, вот можно здесь в фонтане искупаться. Здесь, кстати, многие вьетнамцы, я просто чувствую запах перегара, скажем так, да? Многие, наверное, подвыкшие. Вот мужику массаж, наверное, простаты нравится. Массаж. Массаж. Здесь рядом с аквапарком есть такая территория стритфута, уличной еды. Можно купить вот такие вот сосиски, здесь курица, здесь тоже мясные какие-то изделия, но в основном эти сосиски и шашлычки. Я скажу честно, я покупал, пробовал не здесь, а на центре города, да, в день города, когда был, мне не понравилось. Мне кажется, здесь будет очень вкусно. Я бы, например, вместе попробовала. Смотрите, какая аппетитная курочка здесь получается. Курочка такая на гриле, она переворачивается, но запахи, конечно, стоят здесь очень такие, знаете, либо мы с Ларой голодные, но запахи прям невероятные. Нам с Ларисой повезло, мы нашли океанариум, поэтому сейчас вместе с Ларисой заходим в океанариум. В аквапарк не получилось, зато получится в океанариум. Часы работы океанариума до 7 вечера, с 9 утра до 7 вечера. Я надеюсь, что нам с Ларой повезет, и мы сейчас увидим весь подводный мир. Ну, а сейчас начинается, наверное, одна из самых интересных частей этого океанариума, это вот такой вот купол. Я признаюсь честно, ни разу не был в океанариуме, я еще раз это повторю, и ни разу вот не ходил под куплом, скажем так. Смотрите, здесь можно просто изучить весь подводный мир Ничанга, весь подводный мир Вьетнама, очень-очень залипательный, знаете, так очень крипово. Разные здесь рыбки плавают, получается такой большой бассейн. Насколько мне известно, что такое бассейн есть и в Дубае, там, конечно, вот больше. Здесь, смотрите, вон даже акулка плавает. Интересно, интересно. Там прям огромная-огромная стая рыб. Понятное дело, что все это искусственно, но в то же время очень залипательно. Лара, ну как? Обалдеть. Ты видела, какое там большое количество рыб плавает? Как будто это, знаешь, не настоящее что-то, да? Смотрите, а здесь такой вот скат проплывает. На самом деле, скат это такое необычное морское животное. Я даже не знаю, с чем его сравнить, но я видел, как он, вон, кстати, Ларочку, ого, успел какую-то фотку сделать, смотри, скат. Он вызывает у меня какую-то, знаешь, ну, улыбку какую-то на лице. Вы посмотрите на его милое лицо, но не на мое, разумеется, а на скат, да. Кажется, там какое-то представление, там дайвер с аквалангом нырнул в большой аквариум. Смотрите, представление. Пойдемте. Я в шоке. Я реально в шоке. Смотрите, он скат-то поднимает. Это получается такой большой аквариум. Вот. Лара, у нас, у нее был опыт, она ныряла с аквалангом, дайвингом занималась, на глубину 8,5 метров. Лара, когда ты ныряла с аквалангом, ты видела такое количество рыб? Нет. Хищных рыб. Дорогие друзья, мы с вами попадаем в какую-то картинную галерею, в какой-то, может быть, музей. И вы знаете, смотрите, вот здесь прям изображены, мне кажется, все сказки, все, что вот мы смотрели в наше время, да. Интересная такая сказочная атмосфера, как будто бы реально мы находимся в мультике Дисней. Здесь такая вот картинная галерея, здесь такие вот книги. Вот. Руками, к счастью, пробовать здесь ничего нельзя. Здесь такие вот книжки. Да, посмотрите, очень красиво. Здесь, знаете, такая еще музыка на фоне играет. Вот, правда, погружаешься в какую-то, ну, как будто бы ты в сказке находишься. И мы с Ларой приняли решение, что сегодня вернемся после Винперла домой и включим какой-нибудь диснеевский мультик, чтобы насладиться всей вот этой вот красотой. Это картина и галерея, это библиотека. Называйте, как хотите, не заканчивается. И мы попадаем в еще такое волшебное, сказочное место. Ну, тут как будто, я не знаю, ну, посмотрите, ну, как это, как это возможно не сравнить со сказкой? Да, как это, вернее, не сравнить со сказкой? Здесь такие вот красные ковры. Нет, интересно, интересно. Мне очень нравится. Я в восторге. Так тяжело с Никитой рядом выходить. Фотографии делать, мне покажут в кадре, Никитина так вот рукава. Вау, посмотрите, здесь такие вот замки начинаются. Слушайте, а территория-то большая, не заканчивается, такая картина. Мне кажется, у нас с тобой скоро камера сядет, и мы с Повожим уже на айфон снимаем. Да, мне очень нравится музыкальный сопровождение. Да, а самое главное, что здесь нету китайцев. И как в замке. И китайцев нет. И мне интересно. Вау, ты пришли. Здесь можно отправиться, смотрите, на какой-то лодке. Погнали, 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 пока камера не села. Наша посадка начинается вот в такое вот интересное судно. Здесь написано, что мы не использовали электронные приборы, камеры, потому что, скорее всего, нас будут с тобой водой брызгать. Да, это тоже много. Ой, ой, ребята, посмотрите, мы плывем по воде и попадаем в такую сказку. Вау. Наверное, здесь еще остров, как это называть, с ком-то страхом есть. Здесь такой сказочный, получается, лес. Там растут грибочки. Ну, правда, как самая настоящая сказка. Правда, ребята, взяли самые выгодные места спереди. Ой, смотрите, что это такое. Какие-то сказочные персонажи получаются. Здесь какая-то ведьма, там стоит сказочный тоже персонаж. Я не знаю, ты жива или нет. Я знаю, как заорет. О, попадаем. Вот тут, вот тут уже мне нравится. Тут уже такая атмосфера в джунгле. Была сначала сказочная атмосфера, а теперь в джунгле. Кто играл в детстве в игру обид, вот что-то похожее здесь. А здесь начинается какой-то подъем. Сразу, сразу веет холодом, каким-то, знаете, сразу так прохладно становится. Я не знаю, что сейчас будет, но надеюсь, что что-нибудь интересное это будет. Как тебе? Я в шоке. Где ты такое еще могла увидеть? Я не знаю. За 40 долларов, Лар. За 40, черт возьми, долларов. Поднимаемся. Это какие-то, какие-то водные горки получаются. Самое, знаете, что классное, что людей не так много. То есть вот мы, мы пара из Пельгии. Нет, потому что знаю про сед. Ты думаешь? Да. А здесь начинается уже совсем другой мир, уже совсем другая глава, уже совсем другая история. Если вы заметили ранее, что все, каждые новые вот эти вот этапы, они меняются, знаете, с новым уровнем, я бы сказал. Здесь уже такие морские обитатели. Смотрите, какая медуза, анимация медузы. Ай, все, вода, выключаю. У нас только что обрызгало водой. Но у нас об этом предупреждали, что в некоторых моментах нельзя использовать электроприборы. Смотрите, какая анимация медузы. Вау. Просто вау. Мы с Ларисой долго выбирали, куда нам зайти покушать. Нашли очень классное место со шведским столом. Стоит 350-400 тысяч донг с человека. Это получается 1000 рублей, да? Это 11 долларов. И все включено, вы можете кушать. То есть на двоих это уйдет примерно 22-23 доллара. Но у нас с Ларой бюджет, скажем так, ограничен. И мы решили... Мы не хотим в целом таки сильно есть. Мы хотим просто перекусить, дабы сэкономить, да? Если по факту говорить. В общем, нашли такой стритфуд. Здесь вот, да, такая уличная еда. И здесь продают сэндвичи. Мы с Ларой обожаем все это дело. Заказали, в общем, я купил два сэндвича, пока Лариса там работает у себя на работе. Заказал себе барбекю, как бы, да, такая булочка. Внутри, смотрите, здесь барбекю. Ларе заказал с яйцом. То есть вот такая вот... Сейчас покажу. Сейчас. Вот такая, в общем, булочка. Здесь барбекю. Очень вкусная. Бред номер ван. А здесь такая кола со льдом. Сейчас перекусим. И отправимся, снимая для вас дальше классный контент. Так что всем приятного аппетита. Между прочим, вот такой вот стритфуд. Вот эти вот сэндвичи, булочки. Очень вкусные во Вьетнаме, потому что Вьетнам это бывшая французская колония. И выпечка у них здесь безумно вкусная. Мы с Ларисой сейчас находимся возле отеля Галина и отправляемся на острова Нячанка. А конкретно на остров Орхидей. Если вы не знаете, как добраться до острова Орхидей, до острова Обезьян, это все находится в одной стране, существует два выбора. Первое, поехать на такси, но такси будет стоить от 15 долларов, да, потому что слишком большой километраж. Но есть вариант более бюджетный, вот как выбрали мы. Есть такой вот отель, называется Галина. И здесь есть такая вот автобусная остановка. Если вы обратите внимание, здесь есть такие вот тендеры, на которых написано расписание автобусов. Нам нужен автобус номер 3. У них интервал примерно от 10 до 20 минут. Здесь есть такая пунктирная линия, на которой обозначена сама автобусная остановка. Вот само расписание. Видите, здесь с пятого по второй автобус. Я надеюсь, что нам с Ларой повезет и нам не придется вызывать такси. И мы сейчас поймаем автобус и отправимся покорять острова Ничанка. Мы с Ларой специально проснулись рано, в 6 утра собрались, потому что давно хотели посетить, на самом деле, этот остров. Но вот выбрали нужный нам день и специально для вас отправляемся сейчас узнавать, покорять неизведанные просторы Вьетнама. Отправляемся на остров Орхидей. Выкрутились мы из ситуации. Не прошло и часа. Мы с Ларисой, оказывается, ждали не тот маршрут, потому что на форумах было написано, что отправляется тройка, а по факту встретились с девушками. Они нам сказали, что ездит автобус под номером 12. Ну и мы еще минут, наверное, 20 простояли и приняли решение вызвать такси. И сейчас вот вместе с дамами вчетвером отправляемся на север Ничанка, на остров Орхидей. Я сегодня ваш гид, так что можете доверять полностью мне. Спасибо вам большое, потому что эта дезинформация, мы вот час, ну даже, наверное, полтора часа прошло, как мы стояли и ждали. Спасибо вам. Если бы не вы, мы бы еще стояли какое-то неопределенное количество времени. Мы с Ларисой и с нашими уважаемыми дамами добрались до северного порта Ничанка, купили два билета. Очень удобно, потому что здесь есть вот такие вот кабинки, в которых можно купить билеты. Мы с Ларой решили, что сегодня отправляемся на остров Орхидей. Также здесь можно купить билеты на остров Обезьян. По стоимости вас сейчас сориентирую, но сегодня мы отправляемся с тобой на остров Орхидей, и остров Обезьян у нас будет в следующей серии. Билеты по сравнению с прошлым годом подорожали на 50%. Наша задача сейчас дождаться полчаса, потому что интервал отправки катеров полчаса. Сейчас начинается у нас посадка, добираться до острова Орхидей 40 минут. Но так, по крайней мере, написано на разных источниках. Ну что, ты довольна? Да, я так хочу, скорее. Я мечтала побывать на острове Орхидей. Это был мой первый виш-лист среди всех мест, которые здесь есть, кроме Винперла. Там интересно, что там есть контактный зоопарк. Там есть 100 видов цветов, различные водопады. В общем, есть на что посмотреть. У нас с Ларой такой, знаете, первый опыт путешествия на лайнере. Вот такой вот мужчина нас встречает на входе. Нет лайнера? Нет лайнера. Спасибо. Спрашивает, уточняет, нужны ли нам обезьяны? Нет. Нам, на самом деле, повезло встретить этих девушек, потому что маршрутку мы так и не дождались. Скинулись, приехали на такси. Вот такой у нас лайнер встречает. Паром, я бы сказал. Нам нужно занять самые выгодные места. Я предлагаю, наверное, спереди не садиться, потому что там будет, скорее всего, водой забрызгивать. Давай сюда присаживайся, вот сюда, да. Я, кстати, думала, что будет открытым небом будет. Я думала, что будет солнце, жара, но нет. Скорее всего, с одной стороны, это плюс, потому что водой не будет забрызгивать. Но, повторюсь, еще раз добираться нам по воде, как говорит интернет, это 40 минут. А по факту, на практике, я даже не знаю, сколько это будет. Этот паром с Ларисой мы ждали 30 минут. Как они всю систему, как у них вся эта система устроена? Получается, собирается группа, ну, к примеру, из 10 человек, да, в нашем случае человек 6-7. И вместе с вами, вместе с этой большой группой вы только тогда отправите. То есть не получится такого, что вы приехали, купили сразу билеты и отплыли. Нужно немножко подождать. Последний раз я ездила вот так вот на водочке, наверное, в детстве, когда ходила на парк с ним спортом. Когда ходила, занималась. Последний раз я по воде ходил, когда этой зимой на понтонах на Волге работал. Помните те самые первые видео из России, когда мы приехали после Индии? И я вышел на работу, устроил мосты, но вы ездили, бурили. И, короче, по воде ходил тогда последний раз. Цвет воды, смотрите, такая голубая водичка, цвет такой лазурный. Я скажу честно, в восторге, потому что мы с Ларой целый месяц из Ничанга не выезжали максимум, чтобы мы могли себе позволить это добраться до севера Ничанга. И вот, наконец-то, свершил тот день. И вот, наконец-то, завершился тот день, когда мы с Ларой отправляемся из Ничанга на острова. Морячок рулит. Давайте быстренько небольшой вам обзор проведу, хотя, скажу честно, вроде судно-то и большое, а места здесь немного, да? На самом деле тут выход только в эту сторону и в ту сторону, где мы были ранее. Вот, капитан, штурвал. Как ты? Привет. Когда-то я мечтал тоже быть морячком и вот так вот где-нибудь по миру путешествовать на судне. Может быть, в следующей жизни, конечно. А может быть, и в этой. Это твоя хелметка? Опа. Ну, теперь я точно похож на морячка. Уважаемые дамы, можете мне не писать, потому что мое сердце уже занято. О, ты морячка, не моряк. Ты мой пачка, не моряк. Я всю жизнь хотел быть моряком. Ну, побудем. Побуду я буквально полчаса, пока мы идем, но не моряк, но зато шляпа. Говорим нашему капитанию, капитану большое спасибо, thank you. И мы прибыли на остров Орхидей. Так, слазим. На входе нас встречает сразу же следующий пирс. Оказывается, это не совсем остров, это как бы... Ларочка, я же правильно понимаю, это не совсем остров, а то сейчас некоторые зрители поправят и скажут, ребята, это не остров, это не остров. Да, это реально не остров, это тот же Вьетнам, просто другой берег, но к нему нет дорог, нет транспорта, поэтому добраться можно только по воде. Раньше, после военных времен, на этот остров привозили всякие химикаты, сбрасывали. Вот, сейчас мы с вами, кстати, пройдем сразу же на аллею, на тропу Орхидей, здесь их свыше 100 штук разных видов, да, и раньше здесь не было этих Орхидей, здесь раньше были отходы, химические отходы. Сюда привозили после этих военных времен, сбрасывали отходы, либо во время военных времен. Короче, сейчас пройдемся, прогуляемся, вам все покажем, объясним. Очень здесь красиво, знаете, так необычно, такой вайб. Сразу хочется купить яхту и отправиться покорять весь мир уже на яхте. Мне кажется, я создан был для этого. Смотри, здесь есть карта местности, и можно сейчас посмотреть и пойти куда угодно. Мы находимся, по всей видимости, где-то вот здесь. Вот, здесь начинается аллея, но тут, видимо, по всей сути, очень много разных троп. Сейчас с Ларочкой нам надо выбрать, куда отправимся. Я хочу отправиться сначала в сторону вот сюда. Олеи в сторону животных. Здесь, тут есть птицы, здесь есть страусы, здесь есть олени, бабочки, и там уже как раз цветы. Площадь этого острова, не острова, в общем, этого места очень огромная. Здесь 15 тысяч, свыше 15 тысяч гектаров территория. И сейчас мы с Ларочкой направляемся в сторону зоопарка. Здесь есть слоны, здесь есть другие антилопы всякие. Ну, короче, много разных животных. И если нам повезет, сегодня мы посмотрим вместе с вами шоу животных, которое проводят здесь постоянно. Вот, но тут нужно понимать, что там в определенное количество времени. То есть по таймингу, если не ошибаюсь, в 2 часа, просто там либо в 9.30, полдесятого, либо в 11, либо в 2 часа. Вот, наше время, ближайшее на 2 часа дня. Так что, если мы успеем, и посмотрим вместе с вами на передачу National Geographic, только в формате лайф-блог. Тогда посмотрим на животных. Привет. Здравствуйте. Вы так хорошо разговариваете на русском языке? Спасибо за комплименты. 49 лет тому назад я оккуртирую в Донецком политехинститут по профессии обогащения политехинскупаемых. Никита, это не моя профессия. Я не сомневаюсь. Как вас зовут? Меня зовут Дима Донецка. Дима? Очень приятно. Меня Никита зовут. Никита. Вы как? Вы отдыхаете или как? Я здесь месяц уже живу. А, месяц? Вы сами из Москвы, наверное? Нет, я из Саратова. А, Саратова. Ну, видно, что русские люди. Подскажите, где здесь плантация? А, ну, плантация какой там? Ну, это, значит, сухой сезон. Ага. Прямо где-то 500 метров. 500 метров? Там будет сад Бомбочек и сад Архидей. Ну, сад Вонистык, Пупагаев. Ну, там сейчас время такое сухое, поэтому они в нехорошем состоянии. Ну, смотреть можно. Так, пожалуйста, приятно. Большое вам спасибо, Дмитрий. Да, Дмитрий. Вот видите, не только можно встретить здесь наших соотечественников, но также можно встретить вьетнамцев, которые разговаривают на русском языке. Я был удивлен. Причем практически... Ну, ладно, идеально, но очень классно. Он учился в политехническом Донецком университете или колледже, что-то он такое сказал, обалдеть. Ну, и так, короче, идем сразу тогда на сад Бабочек, куда он нам сказал отправиться. Я так понимаю, что сейчас особо вроде не сезон, сезон засухи, поэтому, может быть, даже плантации чего-то там мы с тобой не увидим. Смотрите, такая гитара. Здесь вот так вот по ступенькам мы с вами поднимаемся. Дойдем сейчас с вами, пожалуй, до самого края. Ларочка, прошу, давай. Мы как с тобой, мы как настоящие путешественники, путешествуем с пакетом из Миномарта, чтобы вы понимали, да? У нас пакет Миномарта, сумку мы не успели купить, хотели купить портфель, но слишком поздно поняли, что просто не успеваем. Ой, я хотел, если честно, я хотел сейчас туда шагнуть и понял, что это опасно. Представляете, если я сейчас туда бы взял, шагнул и вместе с вами бы упал, нырнул в воду. Это гитара, она такая, знаете, она неустойчивая, в то же время устойчивая, она вот шатается, сами понимаете, да? Посмотрите, какой шикарный вид открывается с этого самого, хотел сказать, носа корабля, но нет, с носа гитары. Давайте, ребят, вместе с вами сейчас подойдем к слону, к его задней части, но нужно осторожно подходить, потому что он может вас забодать, ну, задавить. Смотрите, слон. Как вы, как вы... Как вы оперативненько успели уже на слона, да, сесть? Успешно. Очень круто. А сколько стоит? 300 тысяч? Отлично. Я снимаю тебя, как ты будешь садиться. Смотрите, ребят, это слон. Офигеть. Сейчас постараемся его погладить, ну, если у нас это удастся. Смотрите, а он даже приседает. Ой, ой, нечем кормить, меня кто покормил. Мамочка, я ж боюсь. Сейчас, сейчас, сейчас. Как ваши эмоции, как впечатления? Понравилось? Очень понравилось. А я побоялась. Отклупил меня ушами. Отклупил? Гущи-гущи, га-га-га. Мы возьмем с собой кота. Мы вместе с вами подошли к контактному зоопарку. Здесь как раз таки вот олени и страусы даже есть. Я не знаю, можно ли заходить вовнутрь, бесплатный ли вход, может быть, оплачивается отдельно, но смотрите, здесь такие вот олени, да, у них тут такой загон. Я, конечно, все дело тоже не поддерживаю, потому что считаю, что каждое животное должно быть на свободе, на воле. Вот, это, короче, олени. А вот если пройтись немножко дальше, то можно увидеть страусов. Смотрите. Никогда, никогда в жизни не видел страуса. Смотрите. Ой, какой ты странный, чувак. Привет. А что ты хочешь? Ребят, смотрите, какая красивая. Я не знаю, птица, это не птица. Никогда в жизни не видел страуса. Куда ты ушел? Мы с тобой только познакомились. Смотрите, очень много разных страусов. Все равно еще раз подойдет. Смотрите, я ему камеру так покажу. Смотрите, у него глаза красивые, реснички. Хочешь мой пальчик отведывать, нет? А, будешь пальчик? Будешь пальчик или не будешь? Вау, какие у тебя красивые глаза, малыш. Это страус. Посмотри, какие у них красивые глаза. Не хочешь покататься? Нет. Шучу я. Почему покататься? Не птица. Посмотри, Ривар. Сань, несу пальцы. Ты можешь, чтобы у тебя отклевались? Смотри, какой красивый. Мне кажется, он может кинуться. Он не кинец. Он просто передает привет нашим зрителям. Никогда, никогда в жизни не видел страуса. Никогда олени еще видел, а вот страусов нет. Олени мы видели в Варанасе, помнишь? Да. Мы ходили в какой-то храм, и там было тоже много очень оленей. Дорогие друзья, а если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, потому что туда выходит все в формате лайф. Ссылочка есть в описании. Кроме страусов, оленей, здесь еще есть павлины. Отдельный такой загончик. Здесь такие вот павлины. После Шри-Ланки, конечно, я не удивлен, Иви, да, то есть мы на Шри-Ланке постоянно каждый день их встречали, но давайте покажу вам, может быть, кто не видел павлинов. К сожалению, вход вовнутрь закрыт на замок, да, не получится пройти, но я думаю не просто так. Смотрите, вот в общем вот это вот павлины. Вот, по всей видимости это все самки, потому что у самцов огромные хвосты. А, вот самец, кстати, вот самец, как же самки без самца. Смотрите, какой самец красивый, да, в отличие от самок. Самки такие немножко серо-зеленые, а самец такой голубой. Я, когда ехала сюда, видела это место у некоторых людей, знакомых на фотографиях, и с виду это было что-то такое яркое, невероятное, куча цветов, красивые фотографии, а сейчас как будто бы все такое серое, такое невзрачное. Вообще, нам сказали, что сейчас лето, сейчас жара, сейчас не такой сезон у растений, а вот зимой здесь лучше. Поэтому, ну, все равно приехали, посмотрели, вернее, смотрим. Вот, все равно надеюсь, что нам понравится. Обзор вьетнамских туалетов. Кому интересно, как выглядят туалеты. Здесь они хорошо, что есть, они бесплатные, да, не могу сказать, что здесь прям чистенько, но в то же время не воняет. Я, значит, вышел из туалета, Ларочка тут уже подобралась к каким-то джунглям. Ларочка, ты не хочешь пойти посикать? Это что? Ну, пописать, там, в туалет сходить. Совершенно обыкновенный вопрос. Ну, рассказывай, что за место такое? Фотозона какая-то? Я не знаю, но мы сейчас будем фотографироваться и делать классный кадр. Давайте покажем сейчас нашим зрителям, что здесь такое. Смотрите, здесь такой вот, наверное, искусственный, хотел сказать, водопад, но нет, это искусственная такая речка, прудик, вот, достаточно миленько, необычно, я бы сказал, знаете, как будто бы в фильме «Аватар». Мы сейчас снимаемся, находимся, вот такая интересная фотозона, здесь даже вон рыбки плавают. Я вижу тебя. Лара сказала, что здесь очень интересное место. Смотрите, здесь, в общем, такие вот рыбки плавают. Вот, при желании, конечно, их можно, наверное, поймать и съесть. Да? Шучу. Смотрите, какие, в общем, рыбки такие золотистые, золотистые. Последний раз таких рыбок я встречал на Шри-Ланке, когда мы с Ларой ходили, плавали по озеру с крокодилами, которое было у нас еще в первом сезоне нашем. В общем, такие вот рыбки. Есть разных размеров, есть маленькие, есть большие, но самое главное, что они золотые. Смотрите, какая классная система. Здесь лежит корм для рыбок. Сюда нужно складывать 10 тысяч и идти кормить рыбок, я считаю, это вообще максимально удобно. Причем, видите, тут все-таки на доверие. Делано все на доверие, а это очень здорово, что вы можете прийти, если вы соблюдаете правила жизни и верите в карму, то скорее, если у вас есть совесть, разумеется, вы положите деньги сюда, да, возьмете корм, будете есть его, а если вы голодный, например. Пойдем кормить. Потому что тут, кстати, кафешки есть, но говорят, что в среднем здесь кафешки, ну вот, допустим, прийти поужинать, на двоих вы оставите, например, долларов 50, чтобы вы должны рассчитывать на это. Да, я слышала, что тут вообще невкусно, и все советуют брать с собой еду. Мы ее, конечно, не взяли, потому что мы не выдержались, съели это ночью. Зато у нас есть пакет с шортами, купателями и все. Да, потому что, знаете, мы вообще, если сказать, в начале вот этого выпуска думали, что мы уже никуда не поедем, потому что маршрутки, вот мы стояли два часа, маршрутки не было, потом пришли девушки, сказали, что мы не на той маршрут стоим, что нам нужен 12-й место тройки, еще простояли полчаса, а в итоге поехали с ними на такси и сожрали всю еду, все, что у нас было. Да. Поехали, по-прикарнись. Поэтому можно подкрепиться рыбками. Погнали. Куда ты? Туда, обратно. А, что? Да. С этим пакетом это ужас, конечно. Ну, ничего. Ребят, купите мне сумку кто-нибудь. Шутка. Смотри, тут есть статуя описывающего мальчика. Тайф. Это специальных прикарм. Давай пакет уберут. Давай. Специально так вот прикарм. Они знают уже, что мы сейчас будем. О, смотри, смотри, смотри. Дай покажу. Аккуратно. Смотрите, какие они голодные. Ой. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Получайте, получайте, рыбки дорогие. Ой, какие они злые. Кровожадные, я бы сказал. Кстати говоря, это прикормка на запах, как собачья, собачья еда. Ну и маленький, друзья, имеется. Хочешь покормить тоже? Хочу. Держи. Корми, корми, дорогая моя, корми. Что тебе еще поснимать? Да. Видите, какая сложная работа блогерам. Нужно еще с двух камер снимать, с одной и с другой. Нифига себе, сколько они здесь. Больше, Вар, бросай, бросай, корми, корми, не бойся. Посмотри, здесь они хищники, хищники, они как эти, как пираньи. Пираньи. А что ты палец засунь? Попробуй. Засунь палец. Мы с Ларисой подошли в сад бабочек. Это, знаете, наверное, второе после орхидеи, чем славится этот остров. Но чтобы войти сюда, нужно пройти сквозь такие цепи. Я, кстати, не знаю, зачем это все дело сделано. Говорят... Что бабочки не вылетели. Логично же. Говорят, что здесь, на территории этого острова, свыше ста видов различных бабочек. Давайте вот пройдемся, посмотрим, может быть, что-нибудь увидим. Вот я вижу, уже бабочки летают. Они очень маленькие. Нет, есть, кстати, вон и покрупнее, но, скорее всего, на камеру не увидите. Здесь вот, смотрите, такая вот брошюрка, на которой изображена бабочка, по всей видимости, написаны ее части тела. Вот, может быть, повезет мне сегодня какая-нибудь бабочка на меня приземлится. Ну, вообще, интересно, интересно на самом деле. Здесь сверху натянуты вот такие вот сетки, чтобы бабочки не улетели. У них, по сути, здесь такой, знаете, искусственный мир, созданный людьми. Здесь такое специальное место, на которое положили бананы. И видите, бабочки, ну, или не бананы, какие-то фрукты. И бабочки подошли вот так вот поближе, сейчас их посмотрим, покажем вам. Смотрите, какие красивые. Я даже не знаю, что это за вид, как это называется. Ребята, кто разбирается, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за вид бабочек. Причем, что меня больше всего удивляет, что они даже не боятся. Вот я сейчас подошел, камерой тыкнул поближе, они даже не улетают. Это коконы, коконы бабочек. Как думаешь, они... А, да, смотрите, здесь получается, есть такая вот сетка. Здесь еще бабочки, которые должны вот-вот появиться на свет после гусениц. Они становятся бабочками. Здесь вот, видите, они за решеткой в темнице сырой сидят. Такое специальное искусственное место для выращивания бабочек. Ну, ферма же бабочек, получается. А потом они выпускают их, и они живут здесь, цветочек. Искусственный мир, рай, рай для бабочек. Я пошла дальше, посмотреть, что здесь есть еще. Здесь в целом вот такой вот просто парк. Можно ходить по всяким улочкам, по тропам. И есть разные фотозоны красивые, цветы, всякие, просто всевозможные. У меня, кстати, дома такие растут, точно такие же цветочки, как здесь. Вот, а вот это вообще вау, огромные цветы, очень красиво. Так что, классное место, интересное. Ну, маленькое такое. И, знаете, растения здесь, ну, какие-то сухенькие. Все-таки сказывается, наверное, потому что сейчас не особо-то сезон. В плане, наоборот, сезон летний. Лето, жара, все выгорает. Но в целом очень классно. Лар, глянь, смотри, они как это голуби, как воробьи. Попугая на ветке висят, сидят, разные, причем и желтые, смотрю, и синие, и зеленые. Они прям как голуби. И самое главное, что они не боятся. Вон, под ногами, смотрите, как реально, как этот, воробей ходит и не боится. Бегает. Такое интересное. Нет, очень интересное место. Впервые вижу, кстати, такого желтого попугая в дикой природе. Обычно я видел разных, но вот желтых никогда не видел. Может быть, нам с вами сейчас удастся, и попугай какой-нибудь сядет на меня. Ну, может быть, обосрет, не знаю. Смотрите. Офигеть. Блин, вот такое вот, вот честно скажу, вот такие места мне очень нравятся, где вот такая вот, хоть здесь искусственно, да, вроде все это сделано людьми, но в то же время здесь такая вот природа. У них вот вольер, домики, в которых они живут, наверное, вечером их загоняет туда. Смотрите, они ветку взяли какую-то, наверное, куда-нибудь себе сейчас в домик потащат. Причем, они даже не боятся, смотрите. А чем можно их покормить, интересно? А где зерна купить? Давай попугаев покормим. А, вон, ребята, сейчас мы вместе с вами еще попугаев, рыбок мы покормили, сейчас еще попугаев покормим. Смотрите, вот тут, а, нет, нам не повезло. Закончился? Да, к сожалению, корм закончился, но если вы окажетесь в этом месте, то здесь можно покормить и птиц, и рыб. В принципе, корм, по-моему, одинаковый. Мы все с Ларисой бродим, бродим, ищем эти орхидеи, ищем, а оказывается, вот, они просто вот так вот посреди дороги растут, и такая здесь получается полянка, по которой вы будете идти, ну, я бы сказал, сквер, да, и вот так вот вдоль этого сквера, вдоль этой полянки будут вот эти вот как раз таки орхидеи. Но сейчас из-за того, что не сезон для них, как нам объяснил этот вьетнамец, который разговаривает на русском языке, да, он сказал, что сейчас не сезон, сезон засухи, поэтому орхидеи нет. Но вообще вот они, вроде бы как орхидеи. К слову, о программе, которая здесь предоставляется в 2 часа, вот, про которую я рассказывал ранее, будет шоу с животными какими-то. Я думаю, какие животные, какое шоу, что тут будет делать. Смотрите, здесь есть такие вот загоны специальные, я не знаю, для какого вида животных оно все сделано, но туда будут, наверное, помещать каких-то животных и они будут на перегонки бежать, бежать, бежать до финиша, да. Если успеем, посмотрим, если нет, то не посмотрим. наверное, скорее всего, гуси будут, потому что, ну, слон, он один, олени, они в заперти, а кто тут еще есть эти, как они, ну, эти цыплята здоровые, я забыл, как их называются, они тоже в заперти, они их не погонят, и они туда не уместятся. Наверное, всего гуси, гуси будут бегать на перегонки. Мы с Ларисой пришли на пляж этого места, этого острова, узнали насчет лежаков, лежаки стоят 10 долларов, то есть лежаки здесь платные, вы должны это учитывать, на весь день. Вот, сейчас искупаемся, к сожалению, водопады, у нас не получилось туда пройти, оказывается, чтобы отправиться на водопады, нужно на катере, опять куда-то плыть. Это вот я сейчас спросил у мужчины, который здесь работает. Смотрите, здесь, в общем, такой вот пляж, там вот уже паром с туристами отправляется дальше, кто-то отправляется сейчас на остров с обезьянами, с Ларисой мы сегодня туда не отправляемся, может быть, в следующий раз когда-нибудь и съездим. Я могу сказать так, что вода здесь такая, достаточно прохладная, но это классно, потому что сегодня был достаточно жаркий день, мы с Ларисой сейчас накупаемся, насладимся нашей жизнью. Ларочка, как тебе вода? Таааай! Наверное, вот зачем мы сюда ехали, да, плыли, чтобы искупаться. Мне здесь больше нравится пляж, чем центральный. Почему? Здесь почище. Здесь даже и такие небольшие волны есть, потому что постоянно корабли гоняют туда-сюда, и, конечно, это здорово. Очень здорово, рекомендую. Мы с Ларисой сели в супер-быстрый катер, и сейчас вроде как отправляемся обратно. Вообще здесь такая проблема в том, что ты не можешь в определенное время уехать, потому что здесь есть определенные часы, в которые приезжает судно. Следующий по корабль приехал через 2 часа. И вроде как нам повезло, потому что нас, китайцы, или корейцы, или вьетнамцы, которые находятся сзади нас, посадили в какой-то супер-быстрый катер, и хрен его знает, куда мы едем. Надеюсь, что едем обратно. А может быть, на остров обедьян. Да, ну, ничего страшного. Это реально кайф. Это реально доставляет неудобольствия. На этом наше приключение не заканчивается. Короче, на этой быстрой лодке с одного острова мы приплыли в итоге к острову обезьян, но туда с Ларисой мы не пойдем. А сейчас отправимся на этом пароме обратно на остров, откуда мы и уехали. Ну, откуда наш путь начинался. Поэтому отправляемся обратно на берег, но я надеюсь, что мы доплывем. Я надеюсь. Либо мы с тобой сейчас обратно поедем на остров, откуда мы приплыли. Остров Орхидеи. Обратно поедем. Я понял. Там у меня же система. Вообще непонятно. Минус то, что у них, понимаете, на этом острове Орхидеи, по сути, больше часа, максимум двух делать нечего. Даже больше полутора часа. А мы с Ларой, получается, потеряли свой тайминг. Ну, примерно мы где-то час, может быть, потеряли и не успели уехать. Вот. А следующий корабль отплывает через два часа, приплывает.